Возьмем аспект регионального развития. В Молдове самыми первыми разработали стратегию социально-экономического развития Гагаузии, региональную стратегию, до 2015 года мы. И помогли нам в этом, и фонд Сороса помог, и помогли нам ИДИС ВИИТОРУЛ, и многие специалисты, мы привлекли лучших экспертов Европейского Союза. Мы первые разработали стратегию, ни у кого ее не было. Запланировали включение Гагаузии в региональное развитие в пятом квартале 2014 года. Вы можете смеяться, но я вам покажу документ, в котором написано «пятый квартал 2014 года». Включение Гагаузии в региональное развитие. А теперь цифры, чтобы опять же не говорили, что я что-то выдумываю от себя. Может быть ошибка, но написано «пятый квартал». С министерства регионального развития. Может быть ошибка, может опечатка, я не знаю. Но написано «пятый квартал». Я могу вам этот документ принести, чтобы вы не думали, что я голословно говорю какие-то вещи. А теперь цифры, пожалуйста, запишите. Господин Антон, я думаю, эта цифра очень интересна прежде всего и для вас. Региональное развитие в Молдове получило за эти годы 439 миллионов 257 тысяч. Север, центр, юг. Как вы думаете, сколько получила Гагаузия с Министерства регионального развития? Ну вот, мы имеем 4,5% территории, 5,5% населения. Сколько мы получили денег отсюда? Какие деньги? Дотации, проекты? На проекты. Мы деньги не просим. На проекты. Через компрегиональное развитие. Там подаются заявки. Да, 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 да. Выигрываете лучшие проекты? А у нас не берут проекты, потому что мы в пятом квартале 2014 года. Так вот, мы получили ноль. Это называется на вполне доступном, понятном языке дискриминация. Я по-другому это назвать не могу. Будучи членом правительства, я многократно эту тему поднимаю. Мне говорят, вот сейчас мы с вами проведем эту беседу. Потом мы с вами сделаем вот такой семинар. А потом мы с вами будем думать, как вас включать. И где-то к концу вашего мандата, господин Фармузал, мы постараемся вас включить. Это при том, что я не молчу, я говорю. И как назвать это по-другому? Сложно назвать по-другому. Это чистая дискриминация. Этой территории дискредитация. Я не буду уже рассказывать, как покупают депутатов, как скотт на базаре. Покупают и формируют свои организованные политические группировки на территории автономии. Продолжение следует...